в эфире пингвинус я продолжаю рассказывать о новостях из мира linux и информационных технологий поэтому в этом видео небольшая подборка новых событий состоялся релиз программы гну кэш 3.9 гну кэш это кроссплатформенная программа для ведения финансового учета она развивается еще с давних времен и любой бывалый линксоид если не устанавливал то уж точно должен был слышать ее название использовать ее могут как частные лица так и небольшие организации но я честно говоря никогда не слышал что вообще кто-то с ней что-то в ней что-то дел хотя может быть мне просто не встречались такие люди но как мне кажется скорее всего она больше популярна на западе так как именно принципы работы в ней основаны на создании счетов кредитных платежей и так далее то есть невозможно не совсем подходит под нашу бухгалтерию а в новой версии гну кэш 3.9 было исправлено несколько десятков ошибок и у них кстати в каждом отчете о новых релизах всегда такие внушительные списки багов которые они исправляют надеюсь что все-таки сама программа ведет верный учет и работает правильно а то терялся бы всякий смысл ее использование также улучшили шаблоны счетов для разных стран обновили информацию о налогах для сша и обновили переводы на другие языки состоялся релиз программы stellarium 0.20 stellarium это очень интересное приложение и оно представляет собой виртуальный планетарий в нем содержится просто огромнейший каталог различных небесных тел более полумиллиона звезд можно добавить еще разные дополнительные каталоги которых еще там сотни миллионов звезд знает более 80 тысяч объектов космоса созвездия планеты спутники в общем все что связано с астрономии с небом с космосом и так далее приложение очень интересное для всех любителей астрономии крайне рекомендую его посмотреть тем более версии есть и под linux под windows и mac oax есть даже под мобильные системы но к сожалению они платные в новом релизе 0.20 добавили новую информацию о спутниках добавили новые небесные объекты провели много работы по внутренней программной части то есть выполнили рефакторинг программного кода сделали различные внутренние изменения в коде которые относятся к плагину состоялся релиз дистрибутива antix 19.2 про этот дистрибутив я делал отдельное видео ссылка в описании если кратко то это легковесный дистрибутив который основан на дебин и предназначен для старых компьютеров при этом за счет использования современного ядра и некоторых других компонентов хорошо себя чувствует их отлично поддерживает новые компьютеры antix не использует систему инициализации systemd а использует систему инициализации sys5 init и вот с нового релиза 19.2 теперь также предлагается версия системы инициализации run it antix 19.2 основан на debian 10 бастер и устанавливается с ядром 4.9 в редакцию full добавили утилиту app notifier для вывода уведомлений исправили различные ошибки а также обновили компоненты дистрибутива список некоторых из них вы можете видеть на экране linux torvald представил новую версию ядра linux 5.6 в нем добавили нативную поддержку vanguard это реализация vpn которая поддерживает современные методы шифрования отличается высокой производительностью удобства настройки и имеет еще целый ряд преимуществ также добавили начальную поддержку нового стандарта usb 4 который основан на thunderbolt 3 в нем сохраняется при этом совместимость из usb 2 и usb 3 но при этом он в разы превосходит эти интерфейсы по скорости поэтому за ними естественно будущее для файловой системы f2 fs или flash-friendly file system добавлена поддержка сжатия с использованием алгоритмов lzo или lz4 также была добавлена начальная поддержка протокола mp tcp или multipass tcp это довольно интересный протокол который позволяет отправлять пакеты по разным сетевым интерфейс нам привязанным к разным ip адресам то есть распараллеливать пересылку пакетов на уровне протокола при этом для конечных узлов все выглядит так как будто они работают с обычным tcp соединением то есть им приходят готовые пакеты в нужной последовательности mtcp уже применяется частности например он позволяет комбинировать мобильные сети и вай фай повышая пропускную способность тем самым также в ядро 5.6 добавили поддержку нового оборудования улучшили поддержку существующие включая intel amd nvidia и от других ну в принципе это в каждой версии ядра такое происходит и как я рассказывал в прошлом выпуске новостей в это ядро вошли патчи которые помогают справиться с проблемой 2038 года в описании ссылка на прошлый ролик там я как раз про это рассказываю посмотрите если вам интересно состоялся релиз замечательного графического редактора крита 4.2.9 который разрабатывается в рамках проекта кд и разработчики написали что этот релиз был одним из самых сложных которые они когда-либо выпускали при его подготовкой у них возникла куча проблем сначала для windows версии они обновили версию пайтона и у них возникла просто куча сложностей со сборкой версии под windows потом apple обновил какой-то там протокол и у них сломалась сборка под mac os потом они обновили часть библиотек который используется в крита и у них вообще сломалась вся сборка но тем не менее несмотря на все эти сложности им удалось все-таки разрешить все проблемы и релиз 4 2.9 все-таки вышел в нем устранили моргание кисти при перемещении по холсту добавили новые режимы для кисти color smudge добавили новую функцию которая позволяет автоматически создавать слои на основе цветовой маски текущего слоя когда для каждой маски своего цвета создается свой слой вышла новая версия торрент клиента кубит торрент 4.2.2 программе изменили некоторые настройки по умолчанию обновили кое-где интерфейс выполнили рефакторе программного кода но самое интересное о чем написали разработчики это то что некий пользователь загрузил в магазин приложений для windows то есть windows store программу кубит торрент и выставил ее на платной основе за почти 2 доллара при этом он использовал и логотип и оформление из кубит торрент конечно разработчики крайне недовольны этим фактом естественно написали что это большое нарушение тем не менее программа с 7 февраля находится в магазине и и до сих пор не убрали оттуда причем описание он по моему просто взял какой-то стандартный там явно написано что это open source продукт но вообще скорее всего какие-то претензии к microsoft или модераторам от магазина по этому поводу уже отправлены но непонятно когда будет реакции когда предложение удалят из стора надеюсь что microsoft все-таки поторопится и закроет и забанит его пользователя и удалит естественно приложение в апреле ожидается выход новой версии ubuntu 20.04 lts и как только она появится выйдет масса новых версий дистрибутивов которые на ней основаны и создатели дистрибутива xubuntu эту бунту со средой xfc провели конкурс обоев рабочего стола для xubuntu 20.04 конкурс кстати проводится не первый раз например в конкурсе обоев для xubuntu 16.04 участвовал 92 работы для 18.04 это уже было 162 работы а в текущем конкурсе приняло участие аж 237 работ по условиям конкурса было выбрано 6 победителей и их работы будут включены в со образы xubuntu и они также войдут в пакет xubuntu community wallpaper и в качестве поощрения победители еще получат различные наклейки кде кстати в аналогичном конкурсе дарили ноутбук за призовое место но тем не менее все равно я думаю разработчикам приятно когда твоя работа включена в дистрибутив которым пользуется огромное количество людей все обои участвующие в конкурсе представлены на отдельной странице на сайте contest xubuntu.org есть очень красивые работы и отдельно можно посмотреть победителей немного к сожалению темновато почему-то цветовая гамма в целом всех фотографий которые они отобрали можно было бы что-то более ярко еще добавить туда также в преддверии выхода ubuntu 20.04 были объявлены так называемый testing week то есть недели тестированию дистрибутивов чтобы отловить максимальное количество багов финальной версии это xubuntu и kubuntu и ubuntu студии некоторые другие объявили такие недели так что ждем ubuntu 20.04 и отдельно потом на нее посмотрим появилась некоторая новая информация о готовящемся к выходу или релизе дистрибутива linux mint 20 во первых он будет конечно основан на ubuntu 20.04 во вторых было объявлено кодовое имя новой версии в кодовых названиях linux mint всегда используются женские имена и для linux mint 20 было выбрано очень красивое русское имя ульяна также было заявлено что с этой версии прекращается поддержка 32 битных сборок и теперь будут выпускаться только 64 битные образы для большинства пользователей я думаю это вообще не имеет никакого значения но для тех кто им использовал linux mint каких-то старых компьютерах думаю что эта новость расстроит их так как теперь новую версию мужение поставить но тем не менее текущей 32 битной версии 19.3 еще будет поддерживаться до 2023 года поэтому не так все страшно по поводу даты выхода дата выхода linux mint 20 еще неизвестно но скорее всего релиз состоится этим летом вернемся к программам состоялся релиз программы черри 3 039.1 черри 3 это программа для ведения заметок очень хорошее приложение мне оно нравится можно в нем создавать древовидную структуру директорий для хранения заметок сами заметки могут содержать различные текстовое форматирование изображение таблицы и другие элементы то есть это не просто какой-то голый текст а фактически полноценные документы и есть версии программы под линукс и под виндус в новом релизе улучшили экспорт заметок формата html добавлен новый диалог палитра команд для быстрого доступа ко всем командам улучшена сортировка заметок исправлены кое-какие ошибки а также появилась версия программы в виде snap-пакета приложение интересно есть конечно кое-какие особенности но если вы пользуетесь подобными программами для заметок то попробуйте возможно вам оно вам понравится тем более в черри 3 очень хорошо реализована возможность создания именно древовидной структуры для хранения заметок не у каждого приложения вообще есть такое проект кд и анонсировал абсолютно новое окружение которое получило название плазма big screen и предназначено оно для телевизоров то есть это платформа для создания смарт-тв сейчас плазма big screen это фактически дистрибутив кд и не он на котором установлена оболочка плазма big screen который является отдельным переработанным интерфейсом для плазмы для использования на телевизорах внешне все выглядит довольно просто без каких-либо излишеств эффектов чего-то сверх красивого ожидать не стоит все очень лаконично горизонтальный ряды крупных кнопок есть youtube можно открыть браузер можно файловый менеджер можно терминал есть еще кое-какие приложения и еще из интересных возможностей которые предлагаются это распознавание голоса и соответственно можно управлять голосом также должны поддерживаться телевизионные пульты и некоторые контроллеры пока это только такая тестовая версия ознакомительная и уже доступен для скачивания тестовый образ который предназначен для использования на одноплатных компьютерах разбри пай я не удержался скачал и попробовал запустить на своей малинке но первый опыт к сожалению вышел не очень удачным не знаю с чем именно это связано но во первых у меня почему-то за границей экрана телевизора уехала часть изображения я пытался как-то в настройках телевизора это исправить но похоже это все-таки что-то программное также не заработал у меня youtube просто не открылось почему-то постоянно в правом верхнем углу бесконечно крутится индикатор что скоро все загрузится но при этом открылся терминал работает файловый менеджер и даже запустилась игрушка я думаю что ошибки исправят и если в целом смотреть на этот новый проект то мне кажется это очень хорошая штука должна получиться в будущем учитывая что можно будет ставить на нее фактически любые open source приложения которые будут поддерживаться думаю что для определенного круга пользователей это будет очень хорошее решение для смарт-тв возможно потом будут какие-то приставки ее встраивать на этом все всем большое спасибо за просмотр всем хорошего настроения добра и здоровья с вами был пингвинус спасибо за просмотр!